Доброе утро! Это программа Утренний Экспресс. Мы приветствуем всех, кто к нам присоединился. Думаю, что людям старшего поколения, hello, известна и знакомая аббревиатура МЖК, молодежный жилой комплекс. 3 сентября в Ельцин-центре открывается выставочный проект, посвященный этому социальному движению. И подробностями поделится наша гостья, руководитель отдела развития музея Бориса Ельца, куратор выставки «Что делает нас лучше» в рамках проекта МЖК 1980, Людмила Старостова. Доброе утро! Людмила, доброе утро! Ну давайте, рассказывайте, что это же такое для наших зрителей, кто не помнит это время, кто вообще даже не знает. Да, расскажите. Что скрывается за аббревиатурой МЖК? Об истории расскажите. МЖК – это молодежный жилой комплекс. Это инициатива, которая возникла в позднем СССР по строительству многоквартирного жилья будущими жильцами. Сотрудники предприятий, которые согласны были выделять деньги на строительство, выходили в отряды, причем на конкурсной основе, то есть туда попадали лучшие, самые инициативные и целеустремленные, и строили дома. Но! Но! Они строили не только жилье, они строили еще сообщество по месту жительства. У них была обширная социальная программа, поэтому там возникали клубы, дома культуры, аркомитет МЖК. Они очень стремились к самоуправлению. И у нас в городе был самый крупный МЖК в СССР. Где же? МЖК-1. На ЖБИ. На ЖБИ. То есть это, простыми словами сказать, построй себе жилье и инфраструктуру. Инфраструктуру. Рядом сообщества, единомышленников, чтобы не надо было далеко ходить, особенно когда холодно. Ну а что же натолкнуло вас делать вот такую выставку? Ну, надо сказать, что Гельцин-центр нацелен в том числе и на то, чтобы содействовать развитию гражданского общества. А МЖК, движение МЖК, это было гражданской инициативой. И надо сказать, что когда у нас в городе возникали МЖК, когда они строились, у нас Борис Николаевич Ельцин был первым секретарем Церковской партии и поддержал это движение. И кроме этого, мне кажется, очень важно, что история, которая является яркой страницей развития нашего города, она обязательно должна быть проговорена, она должна быть известна горожанам. Ведь, в общем-то, эти комплексы, они сегодня выглядят как панельные дома, хотя там были и первые монолиты, построенные в нашем городе. О, круто! И в памяти горожан эта история стирается. То есть у нас, конечно, МЖК-1 был самый крупный, но у нас в городе было, я не могу сказать точно, но может быть порядка 10 МЖК. Наш проект рассказывает о трех из них. И действительно, люди ходят по улицам, они, например, проходят мимо амфитеатра, прекрасного амфитеатра МЖК-1, и даже не знают, почему он здесь возник, что это было такое. А ведь это часть нашей идентичности, это то, чем мы можем гордиться. Да, так, подождите, что это у вас? Это мастерок коллективу МЖК в день закладки первого камня успехов и дерзаний в строительстве. Ух, вот это класс, потрясающе, потрясающе. Вот проект у вас состоит из двух частей. Да, как мы знаем, о чем каждая часть. Да, потому что у нас открылось две выставки, две флагманские выставки. Что делает нас лучше? Это исследовательская выставка, которая рассказывает о природе самого движения с точки зрения участников. Потому что для всех типов участников, архитекторы, строители, руководители, жители, этот проект отбернулся своей стороной. Но для каждого стал возможностью, даже вызовом проявить лучшие качества своей натуры. А другая выставка, место на земле, это художественная выставка, которая собрала работы современных художников, рефлексирующих об опытах самоорганизации в поисках жилья в мире. И в этом смысле эти выставки другу дополняют, потому что одна рассказывает о движении, а другая, безусловно, о контексте. Потому что стремление человека к месту на земле, оно же вечно, по сути. А кроме выставки будет еще какая-то творческая программа? Расскажите нам о ней. Да, конечно. Я даже принесла с собой вот программу мероприятий, ее может взять любой, кто придет в Ельцин-центр. Посмотрите, какая она обширная. Ого-го, давайте мы покажем нашим телезрителям. Потому что раскрыть тему коротко оказалось невозможно. Подросткам, детям есть специальные мероприятия. Театральная программа. Театральная программа, да. Сердцемастерок. Спектакль, экскурсия. Класс! МЖК Зона. Столько любопытного там ждет. Что для детей? Ну, то есть у нас есть мастер-классы для детей. Стенгазету. Делать Стенгазету с ориентацией на разные темы, на экологическую тему, на тему города. Потому что Стенгазета в то время, в 70-е, 80-е годы, была... Ну, неотъемлемая часть вообще общества. Да, внутренней коммуникации, скажем так. И, как бы, обращаясь к стилистике этих Стенгазет, ребята смогут создать свою Стенгазету, высказаться сами. И будет серия паблик-токов для подростков на тему города. То есть мы будем приглашать лидеров городских инициатив, которые молодым людям, которым принадлежит будущее, и которые сегодня задумываются о своем месте в жизни, показать, что действительно можно и себя проявить, и одновременно принести пользу городу. Как вы думаете, вот у меня сейчас прям возник вопрос, а вот в сегодняшнем дне нашелся бы отклик, не знаю, там, вот такую гражданскую инициативу создать и построить себе жилье. Возможно ли это сейчас? Как вы думаете? Ну, надо искать формы, которые соответствуют бы современным реалиям, потому что все равно должен быть кто-то, кто финансирует строительство. Найдем. В советское время МЖК как бы приспосабливались к такой неповоротливой плановой экономике и, по сути, существовали за счет недорасходованных ресурсов. То есть они как бы занимали нишу, такую прореху, которая показывала, собственно, недостатки этой экономики. А, понятно. Но одновременно же ее немножко взламывали. Но ведь инициатива может проявляться не только в этом. И, конечно, вот сказать, что у меня есть, например, какой-то готовый рецепт, как сегодня можно, например, уменьшить финансовую нагрузку при поисках жилья, когда вы строите себе квартиру за счет трудового вклада, потому что для этого нужно разрабатывать какую-то модель. Но в любом случае люди, например, живут в жилом комплексе, всегда в их, как бы, они все свободны самоорганизоваться, чтобы вложиться в благоустройство своего жилого комплекса, чтобы какие-то программы реализовать на благо своих детей. В общем, если задумать что-то интересное, то можно найти единомышленников, и все получится. Итак, МЖК 1980 в Ельцин-центре когда? Уже открыто. Все, ребят, вперед, Ельцин-центр!